Всем привет, мои виртуальные друзья, как обычно мы с вами посмотрим машинки, что продается в Москве, какие есть варианты Забегая вперед, скажу, сейчас будем смотреть Mitsubishi Charisma, адовый какой-то вариант, реально тачка Ну, короче, вы сами все видите, это так, знаете, разбавить ситуацию, немножко поржать, может быть, вот И причем, кстати, там номера, там номера интересные, три шестерки на 190 регионе Начали узнавать, сколько стоят, и поняли, что они не особо, кстати, стоят дорого И вообще, мало кому нужны, так как, ну, знаете, призятое мнение, немногих захотят себе повесить три шестерки Ну, какой-то сатанинский знак Ладно, поехали, посмотрим каризму Коль, скажи, на сколько приехали? На сатэн На сатэн Сатэл, сатэл, про сатэнчик Сатэл Вот, смотри, во-первых, начнем с того, что тачка из ленты Вот, видишь, есть штрихот, можно пробить Капот волной, просто Капот волной, да Противотуманки есть, смотри, какие Тоже из ленты, по-моему Слушай, диски даже камуфляжные не видел Офигеть, вообще Нет, кстати, прикольно сделано, интересно Что-то тут прям под пленкой уже печаль, прям С номера, смотри, какие, да, вот они, вот они А еще здесь какая-то музыка А, да ладно А, офигеть, слушай А, ты видел там стиль акварель? С толщиномером имеешься, да? Нормально, где-то, понимаешь, плевку надо понять Знаешь, это, на машине, когда стучишь А, кстати, не такие уж и критические показатели Да, ну, знаешь, дверь гибкая А здесь она как гибкая Ну, вот, патруль Не, она прям такая, ну, смотри, она не прогибается вообще даже Так и там же, видимо, усиляли эти Ну, да, 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 то есть гипсы, ну, вылаживали Вагонки 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 Хламидия, да, Литя? Совершенно Я, знаешь, вот есть машины даже, ну, которые можно вообще, в принципе, оценить Ты попотал мне показать? Нет А ты видел, когда нет зазора? То есть есть... Антизазор Да, когда просто... Когда попрызгали антизазором Антизазором, да, когда его просто нет Слушай, а фары из чего? Это из бутылки пластиковые? Сросло Ну, это из скотча, а еще это фар... А, это скотч, это изолента, да? Да, я не помню, сейчас еще думаю, как-то она идет неровно Наживили Не хочешь себе это взять? А на автомате он все, нет? Нет А, блин, ручка Так на автомате-то вообще шикарно Да Блин, вот салон бы посмотреть, конечно, было Сейчас он открыл Да, да, да За ключом пошел Он такой улыбнулся и говорит Ты что, идти за клятем? Или вот так поджать? Слушай, ну она весь в один слой идет Кроме вот... В родне вожская, да? Слушай, а смотри, если что Ты видел, вот такая штука есть у меня? Коль, да и прикольная какая-то тема есть Никто не живет Ну, вроде нет, там нормально Зато резина лучше, чем на Мерседесе, которую мы смотрели Да, в Мерседесе люто Вот знаешь, может она и в камуфляже Зато вот по технике она может быть лучше, чем в Мерс, блин Застежки Это, кстати, реально, причем даже, знаешь, не муляж Есть муляжи ставят какие-то, типа, ну, как под спорт А это реально застежки О, пороги, пороги Ну, это просто, как бы, как сказать, ну, кантик вот этот, это нормально То есть, смотрите, пороги есть Музыка серьезная у нас прям Слушай, экран, да, такой у тебя серьезный прям Да, 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 сейчас Ну, вообще Прикинь, вот это да Вот это, конечно, блин, музыка Похоже на ролики Что-то она поддымливает прям нормально Посмотри, жаль, какой-то, что-то купать Купать, купать Ну, давай, как бы, нормально Следующая покупка Уже не просто просмотр, заметьте Покупка Volkswagen Polo Я его купил, блин, да Я не очень люблю такие тачки Сразу скажу, она там после такси После доставки Она очень страшная, очень печальная Цена, цена, в принципе, ну, более-менее Конечно, честно, ее надо дешевле было забирать Но надо что-то покупать, надо работать Нельзя целыми днями снимать видео И кататься смотреть, надо рисковать Поэтому я рискнул, все-таки взял Посмотрим, что из этого получится Так, ну, еще пишу договорчик Забираю Polo Конечно, жесть Тачка такая, приехал из филиала Ада на земле 185 тысяч рублей таксишный Все, как полагается Крашенный весь потеками Ну, и цена соответствующая Так что сейчас давайте покажу, что там по салону Поэтому не буду долго о нем рассказывать Честно, о таксишном хламе не хочется долго рассказывать Да, иногда приходится хламом заниматься Но, с другой стороны, знаете, хлам-хлам урозен Этот хлам еще такой Не самый хламный хлам Морда вся крашена Крашена фигово Даже боюсь капот открывать не буду Правда, не буду, не хочу Ну, и по резинкам по всему, видите, да Насколько он ужасно весь покрашен Ну, цена, друзья, цена То есть, такие машины, в принципе, 230-240 Я думаю, что они продаются по рынку То есть, багажник тоже, видите, вот фара такая С краской То есть, все как в ужасном кино Все как надо, все печально Но, я говорю еще раз Это так не работает кнопочка багажника Ладно, даже, говорю Я не хочу открывать Эти машины не надо Открывать и показывать Пусть лучше, знаете, пусть все будут думать, что она хорошая И классная с виду Ну, так что, друзья Вот такое приобретение Сейчас едем смотреть очень интересный вариант Мерседес 96-го года Е-класс такой лупатый В чем интерес этого варианта? Там продает дедушка Ну, пожилой человек Он говорит, я на пенсии Кстати, живет в центральной части Москвы Это тоже очень прикольно Пробег у него родной 230 тысяч Для этой машины 96-го года Это вообще не пробег Просмотр обещает быть очень увлекательным, наверное Он говорит, она стоит у меня Там аккумулятор севший Сначала сестра ездила Потом он Ну, типа в одной семье Но, на самом деле, там 4 владельца Я посмотрел по базе Слова словами База базой Но нам интересен сам автомобиль Проблема у них Вообще основная Это дырки в кузове Вот если там их нет И машина сохранилась Ну, конечно, маловероятно Потому что она по Москве ездила Ну, допустим Давайте представим, что все-таки там их нет С таким пробегом Мерс Это очень круто Но у него еще одна проблема есть Коробка встает в аварийный режим Я не знаю, сколько стоит коробка Но я так подозреваю, что не так дорого На разборке можно, думаю, найти В разумных пределах Он хочет за него 80 тысяч Если машина вот как действительно Не решето И с этим пробегом, да, с родным И забрать ее за 50 Это прикольно Такие Мерсы В хорошем состоянии С маленьким пробегом Они очень ценятся У меня был такой Правда, я продал его достаточно дешево Я продал его что-то там Тысяч за 100 У меня был неплохой такой Мерс В Ярославле За один день я его продал Вообще Меня оторвали просто Его там за сотку, по-моему Или за 95, не помню Если он в хорошем состоянии Такой Мерс Можно продать тысяч за 150 Ну, как минимум Ладно, давайте посмотрим Поехали И уже на месте все поймем Ржавчинка Ржавчинка Треснутый бампер Вот здесь тоже Не знаю, как там пороги днищат Может быть так и дни будут Ну, понятно Понятно Ну, вот здесь вот, конечно Печалите Печалите Ну, это пластик какой-то Это пластик Это все пластик По дверям Что у нас тоже Вот такие штуки Вот такие Вот такие Ну, еще, знаете Не самый прогнивший Мерседес Который я видел Ну, вот это все В пределах допустимого Вот, важно Что под капотом, конечно Вот, ну, видно Конечно, здесь закрашиваешь Поклевалось все это Даже, скорее всего Уже Были тут Насквозь прогнившие места Их просто делали Ну, вот видно Как плохо сделано Все на саморезах Ну, опять же Тут вопрос Блин, что лучше Мерседес, который Ухоженный Или вот Сделан вот так вот Потому что это все Перекрашивать надо Вот это, видите Ну, вот это Все Перекрашивать Берзина зимняя зато Но тут Конечно, тоже Вся история Ой, ой, на крыше Что-то у него Смотрите, как По кругу Здесь Тут все Надо красить Все Надо красить Степло Лобовое Тоже Под замену По-любому Стоял Видно Запущенный Здесь тоже Восстанавливали Арки И тут Тоже Проживело Уже самое У меня Лень было Что-то делать Ага Низы Пошли У нее На дверях Я купил Строительные Молдинги И прифигачил И все А я вижу Да, саморезики Да На саморезах Там их было А поднищу Как вообще Что-то Известно Нет Дырых нет Нет Но Ну, понятно Сами понимаете Оплетка Даже родная Да, у нее Этого Руля Ну, да Так Я на немал Что менял Единственное Что Из таких В салоне Я поменял Это вот блок управления Вот этими Зеркалами А, вот здесь Я пошел в машину За проводами Ну, сейчас подъеду к нему Ну, знаете, что-то меня Вот эта история Интересная Ну, по машине Понятно Делаешь, что год Ржавая Это все естественно И ладно Вопрос другому Он говорит Да нет, говорит Я только арки красил А там крыша Ну, видно, что крашена Причем так себе Я говорю А как Ну, может, сестра Ну, я думаю Тоже Сестра Будет она Викрасить Вот, конечно, такая Ну, сейчас ладно Документы попрошу Будет видно Не хватает ему, да? Заводим Блин, не хочет Не хочет Он что там Мы с ним Разошлись на том Что Я буду думать Сейчас посчитаю Сколько выйдет Замена коробки на него Ну, 40 рублей Это вот такая Базовая цена будет Ну, до 50 По-любому Можно сделать Ну, 40 Хотя, не факт 50 Давайте 50 Это поставить коробку Туда будет Бэушную Установка Опять же Масло надо еще Я не знаю Ну, короче 50-60 Я бы брал Потому что ценники Сейчас не дешевые Кто-то сейчас скажет Да, можно за 20-ку сделать Ребят Можно и за 10-ку сделать У себя в гараже Ну, у меня гаража нет За 20-ку я уже делал Когда дешево Это не значит хорошо Плюс мы завели И мотор работает Ну, неправильно Он трясется Она подымливает И там надо разбираться То есть, может быть Свеча Может бензин плохой А может быть Какие-то датчики И какие-то штуки Которые могут стоить Очень недешево Ну, как очень недешево Я имею в виду На этой машине недешево То есть, может быть Там еще Рублей 15 Надо будет там ложиться Чтобы просто Она нормально начала работать Что, соответственно Тоже Ну, меняется Я не беру кузов Надо покрасить крышу С такой крышей Трудно продавать Там краска отходит Давайте возьмем пятерку Плюс капот покрасить Пятерку Десять Ну, и плюс по кругу Ее надо, мне кажется Переделывать Это еще Ну, двадцатка Я думаю Как минимум Вниз весь прокрасить То есть, 30 рублей В покраску А то и 40 80 плюс 40 120 Рынок у таких машин Ну, ее можно продать Я думаю Тысяч за 160 170 Потому что У нее реально 230 тысяч пробег Там оригинальный ПТС Вся история просматривается Она действительно была В одной семье С 2000 года Это тоже огромный плюс Это считаем За сколько ее покупать надо Не знаю За 20 тысяч Надо покупать только Если В любом случае Там не особо много Заработка есть Очередная заявочка Пришла Опять Кстати Мужчина в возрасте Пожилой человек Продает Жигу Шестерочку 50 Что-то 6 тысяч Родной пробег 99 года Хочешь 70 тысяч Конечно, дороговато Честно Какая бы она не была Идеальная И хоть она Как новая будет Но Это еще не тот Вот раритет Да Все-таки Ну, 99 год Тем более Она стоит у него на улице Да Я говорю А где смотреть Он говорит Ну, вот там-то, там-то На улице стоит она Ну, ладно Гараж Да, теплый Там Она вся Былинки сдувает Это один момент Когда на улице Тачка такая То здесь уже Сложнее Пойду посмотрю Вот Сегодня, кстати Воскресенье Мне очень нравится Работать Воскресенье Я нахожусь В центральной части Москвы Это метро Тульская 25 минут Навигатор показывает Круто По центру Вообще 25 минут Когда такое было Обычно Час-полтора Вообще Ладно Давайте посмотрим Короче, жига Ребята Извините За ветер Если дует Он дует Скорее всего Я-то думал Здесь будет что-то Здесь 59 и что-то Так же так Я реально Знаю Самое прикольное Это вот это Противогонка Видите Противогонка Это самая прикольная Тема здесь Вот она Стоит денег Остальное Все Не, ну это печаль Сейчас я вам покажу Ту сторону Это жесть Зеркала Что-то нету Да Окрасили Баллончиком Да Здравствуйте Здравствуйте У меня Один Такие вопросы А где угодно Вот это Это она Так Я знаю Я оттуда Просто Нет Уроди Особо Не угонять Сейчас я понимаю Машины Ну вот Ну как я сказать У меня Запас Еще и палка есть Пришлось Один раз Начал На праздник Ехал Блять На батоне И едут Там Искать С кольцевой И отсюда И на батоне Прямо Сам на угол Да Ну ты что Скотина Я схватил Эту палку Я понял Подлокотник Там Да Ну я А он достается Из чехла В смысле Да Да нет Вот это все Говно Вобрасывается Старые чехлы Объясняю А я понял Да Это чехлы Правильно Вот новые Вот новые Да Это старый Это старый Да сверху Я не снял А это Да Это оригинальное сидение Правильно Да Они похожи просто С сидением Чехлы Это вы купили Да Чехлы Чехлы снимаются Ну что и родное Ну там видно Салончик Прям свежак Да разместите вы на авито Он просто звонит По перекупщикам Я говорю Вы конечно перекупщиков зовете Да Я не открыто говорю Конечно нам она дешевле Интересна Потому что Всю машину красить Вот 65 у меня будет край По цене Я говорю Да Ну я знаю Из уважения К человеку Ну то есть знаете Не та ситуация Когда там Могу что-то продавливать По цене Потому что Ну люди В годах Они Вот у них есть Своя такая парадигма Что все Вот так и так и так Все Не копейкой ниже Ну я вижу таких людей Все Я думаю Ну смысл Время тратить Нервы Я говорю Я вас понял Говорю Ну нет конечно Как бы Это все Красить всю машину Зачем Оно надо Подытожим выпуск Пола продался Буквально за один день По моему Что-то 65 тысяч плюсом Ну за исключением Всех расходов Такие были осмотры Такая была покупка Вот Ждите следующих выпусков Следующих видосов Кому интересно было Обязательно Поддержите пальцем вверх И Подписывайтесь на канал Всем пока